В Старой Руссии наградили участников уникальной операции. Ее провел спецотряд МЧС. Почти за две недели были утилизированы более 30 контейнеров с хлором. Емкости хранились свыше 20 лет, покрылись ржавчиной и уже представляли потенциальную опасность. Фотография на память об очередной успешно завершенной миссии. Оборудование и личные вещи уже собраны и упакованы. Спецназу МЧС пора возвращаться домой. Короткая командировка в Старую Руссу для отряда по проведению операций особого риска подошла к концу. Задачи, которые стояли, выполнили. Выполнили достойно. Я думаю, что теперь рушане могут спать спокойно. Почти 20 лет назад, в 99-м году, Старорусский водоканал перестал использовать для обеззараживания воды жидкий хлор, перейдя на более безопасный реагент гипохлорид натрия. При этом у предприятия остались неизрасходованными 33 бочки прежнего химиката. Емкости со временем ржавеют, а хлор – вещество крайне ядовитое. И хранить его становилось все опаснее. Мы обращались в разные организации по утилизации. Ну вот, как бы, спасибо областной МЧС, руководству областному. Пригласили Центр спасательный лидер, которые выполнили эти работы. Десять дней офицеры отряда МЧС стравливали из бочек жидкий хлор и пропускали его через нейтрализующий яд раствор. Буквально в нескольких метрах от помещения, где проходили эти работы, приборы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаруживали. Но внутри можно было находиться только в защитных костюмах. Склад все еще огорожен и предупредительные надписи на месте, но никакой опасности он уже не таит. Отравляющих веществ там нету и воздух чистый. 33 пустые емкости аккуратно лежат возле склада. Опасности они больше не представляют. Пока бочки проветриваются, ну а через несколько месяцев их сдадут как металлолом. Из Старорусского района Алексей Дмитриев, Гаузг, Гивандян. Новости Новгородское областное телевидение. Новости Новгородское областное телевидение.